Доброго всем здравия, мои прекрасные зрители! И в этом выпуске будет следующая тема. За что Иисус должен отправить меня в ад, по мнению христиан? Продолжение следует... Вот такая вот сегодня темка. Изучая комментарии верующих, анализируя все события, которые произошли в моей жизни, анализируя все, что происходит у меня на канале на протяжении трех лет, я прихожу к следующим выводам. Так как верующие пишут мне, обвиняя меня в отступничестве, в еретичестве, что там еще говорят, ну типа я иуда, антихрист, сатанист, покайся, гореть тебе в аду, ну в общем как-то так, отступник, лжеучитель, лжепророк, чем-то меня еще клеймили. Ну в общем в Библии много можно подобрать таких разных словечек, которыми можно клеймить всех, кто мыслит не так, как ты. Правда, да? Я думал, что тебя Иисус Христос должен чему-то другому был научить. А оказывается, наверное, Он тебя научил только как клеймить всех подряд. Хотя кто его знает? Может быть, это и не Он тебя так научил. Ну, сомневаюсь, наверное, не Он все-таки. Вот. Дьявол, наверное, тебя так научил. Вот давайте мы представим. А что представлять? Даже представлять не надо людям. Когда-то мы все умрем. А вот ты умрешь, и я умру. Все мы умрем когда-то. Жизнь когда-то закончится, и все. Просто все. Был человек, и нет человека. Человек – это скафандр, в котором обитает сущность. А вот сущность, которая в человеке, она никогда не умирает. Вот почему я всегда был, я всегда есть, и я всегда буду. Вот. Ну, давайте представим. Вот, к примеру, вот он я, Евгений. Вот, к примеру, все, улетел я. Улетел я к Господу, и полетел я к Господу, как написано в Библии, сразу на суд. Хотя там путаница в этом плане. Некоторые потом воскресают на суд, другие. Мы не будем сейчас эту теологию копать. Ну, давайте так, стандартно, да? Человек умер, и считается, что он сразу идет. Либо в рай, либо в ад. То есть перед ним встает Иисус Христос, и человек, душа такая, стоит перед ним, лицом к лицу с Иисусом, да? И вот Иисус там должен решить его судьбу. На каком основании Иисус, по мнению христиан, должен меня отправить в ад? За что? Ну, христиане там много оснований придумали. И, честно говоря, вы можете просто почитать комментарии, и у вас там голова пойдет кругом. Ну, вот я представляю, да? Вот он, я предстал пред Христом Иисусом. Ну, давайте вот допустим, что я вот заблуждаюсь, да? Хотя я говорю, что тот, кого в Библии назвали Иисус, это могла быть только женщина, вот только женщина, любовь во плоти, Мать Всевышняя. Вот я считаю, я не то, что просто считаю, тот, кого в Библии Христом назвали, он мне так открылся, что на самом деле он – это она. Что на самом деле у нас не отец и сын, два мужчины, два Бога-мужчины, а на самом деле у нас отец и мать. Вот мое ключевое знание, которое совершило переварет, революцию в моем сознании. И не просто так, потому что у меня было откровение, меня посетил Иисус. Точнее, Иисусом Его в Библии назвали, но по факту для меня лично уже в настоящей истории это была женщина с именем Эммануэль. И вот мне раскрылось, что Иисус, то есть настолько я Иисуса любил, 20 лет проповедовал Его, Евангелие, Библию. Для меня отойти от Библии было самое страшное в жизни. Самое страшное в жизни для меня было – это отступить от Евангелия, от Библии. Сейчас, спустя 20 лет, я отступил от форм и установок, которые там заложены. Я действительно отступил. И я сегодня счастлив, что я от этого отступил и имею настоящие личные взаимоотношения с Богом. А точнее, со Всевышней. Ну ладно, ладно, я все вокруг да около хожу. В общем, кому интересно, посмотрите мое видео «Моя встреча с Матерью Небесной». То есть, как я пришел к тому, что Иисус – это женщина, это не был мужчина. И вот смотрите, есть отец и мать. Это не отец и сын. Мужчина – это образ отца, женщина – это образ богини-матери. А богиня-мать – это любовь. А отец небесный – это свет, истинный свет. И вот этот свет произошел из матери, богини. Потому что свет во тьме светит. Свет светит во тьме. Свет и тьма нераздельны. Это единое целое. Это природа Бога. Или того, что вы называете Богом. Потому что сама тьма и свет – это качество. Тьма – это не демоническая. Тьма – прекрасна. Тьма – это мать. Я уже говорил сотни раз для тех, кто не смотрит мои предыдущие видео и не понимает, о чем речь и крутит у виска. Вот за моей спиной тьма. Но тьма – прекрасно. Если вы выйдете и поднимите глаза, вы увидите прекрасное ночное небо, звезды. Ребенок находится в чреве матери, во тьме, а потом выходит на этот видимый свет. В темноте голос матери ребенка успокаивает. Я могу вам сотни примеров показать из природы. И этим примером меня научила Всевышняя. Ладно, все же никак мы не подойдем. Я все, фон, фон обрисовываю. Могу на полтора часа вам уже на пальцах доказать и показать, что у нас есть Мать Всевышняя. Мать. И эта Мать – это Любовь. Ладно, все, переходим. Вот я предстал перед Иисусом. Лицом к лицу. Стою перед Ним. На каком основании Он меня будет судить? По Библии? Хорошо. На основании какого перевода Библии Он будет меня судить? Септуагинты? Синодального? Греческого? Еврейского? Вы же всегда говорите, надо идти к оригиналу. А оригинал – это Тора. Тора – это Ветхий Завет. То, что у нас называется Ветхий Завет, у евреев называется Тора. Тора относится только к народу Израиля. Причем тут я не еврей, я не обрезанный, я не израильтянин. Даже в Новом Завете Павел говорит, что мы язычники по плоти, не обрезанные. Я язычник по плоти, по природе. То есть от природы я язычник. Даже в Новом Завете Павел это прописал. И меня Бог будет судить за то, что я родился язычником. Природа – это моя природа быть язычником. В Новом Завете даже об этом сказано. И то, что я не хочу, или точнее, то, что я вернулся к своим корням языческим. Только не путайте это там с поклонением, идолам, звездам, солнцем. Никакой нормальный язычник, язычник ведающий, никогда не будет поклоняться солнцу и говорить, что это Бог мой. Нет, солнце – это не Бог мой. Луна – это не Богиня моя и не Бог. И земле я не поклоняюсь. Я вообще никому не поклоняюсь. Вот я никому не поклоняюсь. Единственное, кто достоин поклона – это отец и мать земные. Если они достойны. Если они не какие-то там, которые тебя выкинули на помойку, а настоящий отец, мать, жена настоящая достойна поклона. Но не в том плане, что поклонение. А вот, положив, как говорится, руку на сердце, вот, пожалуйста, вот поклон. То есть, действительно, уважение. Поэтому я многим зрителям своим я поклоняюсь. Я поклоняюсь вам, многим зрителям. Пред вами поклоняюсь. В каком плане? То есть, от души, от души вот мое преклонение пред зрителями своими. Тоже мое преклонение и перед Матерью Всевышней, и перед Отцом Всевышним, и перед всеми богами светлыми. А боги – это люди, это мы с вами. Мы и есть боги. И те боги, которые там, это такие же, которые прошли здесь путь. земной. Не считая, конечно, тех, кто находится за гранью нашей Матрицы. Те, кто находятся на другом уровне, на других, там уже другие сущности, у нас сегодня речь не про них. Мы относимся вот сюда, вот, к нашему роду, земному, где человек – это бог воплоти. Точнее, бог воплоти человека. Вот я бог воплоти человека, ты богиня воплоти человека, женского рода. Ты женского рода или мужского рода, бог. Опять я все, отхожу. Ну ладно, давайте, пойдем, пойдем. Вот стою я перед лицом Иисуса. Допустим, я ошибаюсь, к примеру, вот давайте возьмем за… пофантазируем, да, вот давайте все, вот я ошибся, Иисус настоящий, бог Библии настоящий, бог Иисус настоящий, был он, в общем, все, вот умер я и встал пред Ним. И что он мне скажет? Что он мне предъявит? «Евгений, ты неправильно понимал Библию». Подожди, я скажу, как это я неправильно ее понимал? Ну ты сам мне ее истолковывал, я же твое имя призывал, согласно Библии, призывал. Я верил, верил. Тут что лукавить? Я не лукавый, я открытая душой и сердцем. 20 лет от души и сердца верил во все Евангелие, стоял на нем, как на фундаменте, до тех пор, пока, повторяюсь, пока свет не зажегся в моей голове, пока не прозрел вообще феноменальным образом ранним утром на восходе солнца, когда у меня пошли откровения, просто, где я получил от Эммануэли, которую вы в Библии назвали Иисус, а это была женщина, я получил от нее буквально все ответы на все свои вопросы, которые у меня были на протяжении 20 лет. И за эти три года до сих пор получаю от нее ответы на все свои вопросы. А до этого, еще 20 лет назад, когда я был молодым христианином, только уверовавшим, мне было дано знание, у тебя будут ключи от всех дверей. И я согласился, я их принял, только я не понимал тогда, что это. Но я понимал, конечно, духовный смысл, потому что ключ – это вообще откровение. Ключ – это способность к знанию. То есть это еще называется слово «знание». Даже в Евангелии есть такой талант, как слово «знание». Это когда ты не обучаешься из книжек, а когда у тебя знания приходят вот благодаря ключу, благодаря твоему устройству. Вот ты таким родился, ты так устроен. Ты знания можешь считывать просто с информационного поля Вселенной, так скажем. Ну, или в том пространстве, в котором мы живем. Это когда у тебя идет прямая связь с потоком божественных энергий, ну, или то, что вы в христианстве называете Святым Духом. А Святой Дух, как мне сказала Всевышняя, Святой Дух – это ее аромат. Дух – это запах, это запах, это запах, это аромат. Святой, то есть чистый. И ее благоухание – это роза. Она отождествляет себя с розой. Всевышняя – это роза, это ее символ, образ, точнее. Вот почему и женщины наши, они все отождествлены с розой. Я же говорил вам уже, что женщину нужно аккуратно в руках держать, как розу. Если будешь плохо обращаться, все руки поколешь себе об нее. Поэтому женщины такие, вот они будут для тебя благоухать, если ты будешь аккуратно их держать в своих руках, тогда все нормально будет у тебя там в отношении с женским родом, там, с женой, там, ну и со всеми остальными женщинами, независимо от положения, какое они занимают. Ладно, давайте, все же мы никак не представим. Ну вот, стою я пред Иисусом, да, уже третий раз, по-моему, возвращаюсь к этому. Ну что он мне предъявит? Евгений, ты неправильно верил в Библию. А как правильно? Ладно, ты учил о какой-то там богине-матери. Ну, допустим, я скажу, да, Иисус, хорошо, естественно, да. Давай мы сейчас посмотрим на картину, скажу, Иисус, отмотай мою жизнь, ленту. Вот, видишь, я сижу в городе Армавире на вотом съемном жилье, видишь, раннее утро, в начале мая, видишь, я вышел на ступенечки, я с тобой разговаривал, и я твое присутствие, присутствие Святого Духа, прекрасно знаю. Это присутствие любви, в котором приходят знания. И я скажу, вот именно в том присутствии я получил откровение, что человек – это образ Бога, а человек – это мужчина и женщина. И создал Бог, как там в Библии написано, да, по своему образу-то. И создал мужчину и женщину, правильно? По своему образу. Значит, Бог, или тот, кого в Библии назвали Богом, это мужчина и женщина, это Бог и богиня. И по своему образу сделали точно таких же. Женщину сделали и мужчину. Это я говорю человеческим языком. В чем мое заблуждение? А еще я скажу, к примеру, Иисус, а во всей природе есть мужчины и женщины, самцы и самки. А у нас, значит, два Бога мужского рода? А мама где? Где я, Небесная Мать? Из чего мы Бога Отцом назвали? Вот даже если Иисус сейчас встанет, я с Ним поговорю. Лицом к лицу я готов с Ним поговорить. Я готов с Иисусом обсудить любую духовную тему. Любую духовную тему. Я могу открыть Библию и показать очень многие вещи. И даже могу показать, сказать, грубо говоря, Иисусу, смотри, сколько тут тебя оклеветали. Ну, к примеру, если он мужчина. Но, повторяю, женщина это была. Вот. И вот все у меня перевернулось. Не мог быть это мужчина. Только могла быть женщина. А это еще более великий подвиг, если вы посмотрите на Иисуса через призму, если вы увидите его как женщину, как мать всевышнюю воплощенную. Вот увидите. Вы увидите какой-то подвиг, вообще подвиг, когда женщина страдала, женщина, мать пошла за своими детьми, мать стояла за своих детей. Вы вообще увидите великую картину мироздания, где женщина с большой буквы во главе угла, во главе вообще всего. Даже во вселенной, даже повторяю еще раз, это как вы этого не... Но это она меня научила. Она меня учит. Она мне говорит, что свет произошел из тьмы. Мужчина приходит из женщины и никак иначе. Женщина первая. А в Библии все перевернуто. Все буквально перевернуто вверх ногами. Женщина рождает мужчину. И именно из тьмы вышел свет. А свет – это мужской род. О, как интересно. И то свет и тьма – это видимый аспект. А что находится за видимой гранью тьмы и света? А находится энергия материнская и отцовская. И вот эта единая энергия, вот это и есть то, что называется единый Бог. Это вот как две ладошки мои, видите? Это как разум. Половинки две, а разум один. Единый разум. Вот и то, что мы называем Богом, единым. Единый Бог – это отец и мать, едины между собой. Вот так, едины. И по своему образу эта энергия, она производит жизнь. Бесконечная идет рождение богов и богинь. Бесконечная вообще. Этому нет конца и края. Это будет всегда. Это было, есть и всегда будет. Идет бесконечное проявление новых видов жизни. Идет умножение. То есть, вот эта энергия, отец и мать, мужская и женская, божественная энергия, любовь и свет, умножается. Ну, или размножается, можно так сказать. И вот мы, это подобие, ну, не просто подобие, мы и есть они, только выраженные в разных формах. Сложно, да, для понимания? В Библии это, конечно, не написано. Ну, это написано во мне, это запечатано во мне, вот здесь, в солнечном сплетении. А почему сплетение солнечное? Почему солнечное сплетение у вас вот здесь, как центр, в котором вся энергетика собирается? Потому что солнце, это высший образ на Бога. Солнце двигается и освещает все четыре стороны земли. По всему кругу земли идет солнце. И что Иисус мне может предъявить? Что? Я скажу, я исповедовал любовь Всевышней Матерью. Он мне скажет, иди за это в ад. Так что ли? Ну, допустим, вдруг я действительно заблуждаюсь. Я скажу, я Всевышнюю любовь назвал Матерью. Любовь, Мать наша. В Библии написано, Бог есть Любовь. А я и говорю, Любовь, Мать наша. То есть, вот за это меня Иисус готов сжечь в аду вечно, за то, что я любовь исповедую Матерью. За то, что я учу жить по совести. То есть, меня за это Иисус. Не по Библии я учу жить, по совести. Раньше я учил жить по Библии. А для бессовестных уже существуют другие программы, алгоритмы. А я человек с совестью. Мне не нужны ни алгоритмы, ни программы. Я сам внутри себя тот, кто получает информацию. У меня есть совесть. Совесть – это совместная весть наша между богинями и богами. Совесть – это как пуповина, то, что связывает меня со Всевышней Матерью, Любовью и со Всевышним Светом. То есть, вот за это учение, по-вашему, Иисус должен меня гнубить в аду. За любовь, да? За то, что учу жить по совести. За то, что учу не причинять людям вреда. Так подожди, в кого верить? Вы сказали, ты не веришь в Библию. А где? Я не обязан верить в Библию. Я не обязан. Вот я стою на земле, вон звезды, вон там луна. Я не обязан верить в Библию. Я вообще никому, ничем здесь не обязан. Никому ничем не обязан, потому что я свободная душа в этой Вселенной. И только я сам для себя могу устанавливать правила. Ладно, в системе мира я вот не могу правила для себя устанавливать. Мы все живем по правилам, по законам страны. И мы уже по плоти, как физлица, нас мы же физлица, мы все закованы, все. Шаг влево, шаг вправо, за рамки системы готов. Мы, по крайней мере, душу нашу не завербовали, душу нашу. Ну и то, сущности из разных уровней пытаются вербовать. Все ж любят на халявку поживиться, как говорится. Но душа моя свободна. Я не обязан верить никому, ничему, ни в Коран не обязан верить, ни в индийские веды, ни в Библию, ни в какого-то там пророка, ни в какую-то там пророчицу. Я ничему и никому тут не обязан. У меня нет никаких как таковых вот я обязан. Ничего я никому не обязан. Я люблю делать то, что я люблю делать. И я люблю делать добровольно то, что я делаю и люблю делать. И за вот такое желание быть свободным меня, значит, в ад надо отправить. Правильно? Что у вас за бог? Это ненормальный бог какой-то, который готов человека отправить в ад за то, что человек в ютубе учит любить ближнего, жить по совести, почитать отца и мать, не только земных, но и небесных, жить в гармонии с природой. То есть за это меня Иисус готов в аду сжечь, по-вашему, да? Ты скажет, Библию не проповедовал. А сам Иисус вообще-то Библию тоже не проповедовал. Он ходил и проповедовал, люби ближнего, люби Бога. Вот что он проповедовал. А самарянин не проповедовал. Шел самарянин, увидел избитого человека, мимо которого до этого фарисеи, саддукеи, вот эти законники религиозные, иудейские прошли мимо. А прошел какой-то язычник, поднял больному, помог, раны омыл, на лекарства помог, и дальше двинул. Вот чему Иисус, вот чему там Иисус учил в Евангелии. Основная заповедь любовь, а все, что сверх этого, то приписали. И опять же говорю, это женщина учила, учила женщина. Она так и сказала, как любовь, она сказала, знаете же, что я на землю принесла мир, а не меч, и не разделение. Потому что я пришла, так учила она, я пришла на землю, чтобы примирить невестку со свекровью. И самые близкие для человека домашние его. А нам что в Библии вывернули? Я принес на землю меч, не мир, я пришел разделить. Да это прямой голос сатаны. Только сатана на землю приходит с оружием, с мечом, чтобы убивать и поражать. Даже там же написано в Евангелии, что дьявол, во-первых, отец лжи, и он есть человека-убийца. А в Библии даже Иисусу человека-убийство приписали. Даже Иисус в Библии это такая смесь дьявола с Богом. Если изучать внимательно Евангелие, это смесь. Даже Ветхий Завет внимательно изучать, там тоже смесь. Настоящий Бог там есть, но там и демон под видом Бога. И вот какая смесь получилась гибридная. С Иисусом сделали с библейским то же самое. С любовью. С одной стороны любовь, добро, люби ближнего, а с другой стороны проклял смоковницу. Вопрос зачем? Обещание всех уничтожить, гореть всем в аду, всем неверующим. Но это больше уже апостол Павел там страшилки. Павел с Библии свет закона Моисея собрал все самое страшное и переначал и принес это в церковь Нового Завета. Но я не обязан верить в Павла или в те учения, которые назвали Павлами. У меня есть разум, есть совесть, есть душа, есть сердце, есть вера, у меня есть чувство. И я знаю, что такое Святой Дух настоящий. У меня есть чувство к нему, ощущение его присутствия. И оно у меня до сих пор. Только в этом присутствии ко мне приходят феноменальные знания. Для меня лично феноменальные и гениальные. Потому что сама она, Всевышняя, три года назад сказала, что произошло с моей головой. Она сказала, у тебя потек родник, открылся родничок. Раньше этот родник был закрыт, чопик религиозный стоял в голове. Но Всевышняя вытащила и раскрыла, начала раскрывать мне суть мироздания. Без книжек, вообще без книжек, я не пересказываю чужие какие-то вещи. Я говорю, то, что я пережил, и мне врать людям смысла нет. Я не лжец, лгут выродки, а я не выродок, я принадлежу роду Всевышнему. И как три года назад сказала мне Всевышняя, мы там семья, она сказала, нас много там, мы там семья. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok